МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полдень в столице. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Касымжумар Токаев поздравила президента Азербайджана Эльхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником Днем Независимости. Как отметила в телеграме глава государства, в Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Президент выразил уверенность, что казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться. Асамжумар Токаев пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса. Предприятия, получающие господдержку, обяжут углублять производство и наращивать долю кассодержания. Об этом на заседании правительства заявил министр промышленности и строительства. По словам Маханата Шарлапаева, уже разработали соответствующие законодательные поправки. Таким образом, после принятия программ развития внутристрановой ценности и увеличения доли отечественных товаров в закупках субъектов естественных монополий с производителями, начнут заключать автейк-контракты и долгосрочные договоры. Получаешь госсубсидии, использую отечественное сырье. Принцип поможет развитию всех смежных сфер, считают в правительстве. Премьер-министр Улжас Бегтенов поручил до конца недели завершить оценку ущерба от паводков. По его словам, эту работу необходимо провести не только оперативно, но и адресно. На местах должны с подниманием отнестись к ситуации, в которую попали казахстанцы. Как сообщил вице-премьер Канат Базумбаев, единовременную выплату в размере 100 МРП получили свыше 30 тысяч семей. Обследовано порядка 15 тысяч домов и дачных строений. Тем временем, больше 63 тысяч казахстанцев, чьи дома пострадали в результате паводков, вернулись в свои дома. Это свежие данные МЧС РК. В Ивако-пунктах остаются 5 313 человек. С подтопленных территорий откачали около 30 миллионов кубометров талой воды. Уложили 8 миллионов мешкотар и полтора миллиона тонн инертного материала. Свыше 12 миллиардов кубометров паводковой воды собрано в водохранилищах Казахстана. Ее будут использовать для нужд экономики, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Ведомством планируется разработать документ, предусматривающий управление талыми водами и борьбу с засухой. Кроме того, появится электронная карта движения воды для предотвращения риска подтоплений населенных пунктов. К другим темам. Казахстанцы стали чаще страховать имущество, а только за прошлый год в республике заключили больше 350 тысяч таких договоров. Это в разы больше по сравнению с показателями прошлых лет. Почему рынок страхования активизировался и как получить гарантированные выплаты, разбиралась Айсулу Махмутова. Свой первый автомобиль салона астанчанка Асель Байбулат приобрела летом прошлого года в кредит за 13 миллионов тенге. В 550 тысяч обошелся страховой полис. Правда, когда девушка попала в серьезное ДТП, добиваться выплаты денежных средств от компании пришлось довольно долго. Мне приходилось просто изучать, спрашивать все время. Подскажите, а люди не знают. Люди что делают? Люди просто соглашаются на 100 тысяч тенге, на 500 тысяч тенге. То есть ущерб там может составлять 5 миллионов. Страховая компания выплачивает, сколько она считает нужным, потому что никто не читает договор, никто не вникает в это. Я просто не могу понять смысл вообще страхования, если ты не застрахован. То есть тебя вот так вот оставят, это просто мне повезло, понимаете? А на самом деле тебя просто вот оставят, ну и как бы все. Благодаря своему упорству спустя несколько месяцев астанчанке удалось получить от страховой компании полную сумму ущерба. Но так случается не со всеми потребителями услуг, которые становятся участниками ДТП. Зачастую из-за низкого уровня юридической грамотности владельцы авто вынуждены соглашаться с заключениями агентов и получать минимальные выплаты. В таких ситуациях специалисты рекомендуют обращаться за помощью к страховому омбудсману. С этого года подобное досудебное урегулирование сделали обязательным. В прошлом году было рассмотрено 2802 дела. Из них положительно было рассмотрено 2559 или 91,3%. Отказано или прекращено 243 дела. В этом году за неполные 5 месяцев было рассмотрено уже 2679 дел. Из них положительно 2416. То есть было вынесено частично или полностью удовлетворенное заявление. То есть 92% из всех поступивших дел. То есть мы видим, что в этом году количество дел значительно увеличилось. И, наверное, оно будет где-то раза в три больше, чем в прошлом году. В 90% случаев за помощью к юристам обращаются автовладельцы, не согласные с подсчетами страховых компаний. В основном ситуация характерна для тех, кто приобрел обязательную страховку, без которой запрещено ездить за рулем. Но порой минимальные выплаты начисляют и клиентам, отдавшим большие деньги за добровольное автострахование. Здесь специалисты рекомендуют выбирать надежных агентов, а после тщательно изучать договор. Здесь нужно подходить все-таки взвешенно в плане того, изучать договор, смотреть договор, смотреть какие условия договора. То есть, допустим, если проверить в случае угона машины, какие должны быть документы имущества у самого выгодоприобретателя. Потому что во многих договорах страхования при угоне требуется, чтобы на руках у заявителя было два комплекта ключей, два комплекта пилков от сигнализации и сами документы на автотранспорт. Люди к этому относятся не совсем к добросовестному, в том плане невнимательно. И бывает, просто потеряют ключ, а в договоре написано должно быть два ключа. В этой ситуации страховая компания отказывает. Страховые услуги в Казахстане сегодня предоставляют 25 компаний. Количество их клиентов, согласно статистике, с каждым годом увеличивается. Специалисты связывают это с цифровизацией сферы. За последние годы наблюдается рост договоров имущественного страхования и страхования жизни. За 2023 год было заключено порядком 357 тысяч договоров по имущественному страхованию. Если смотреть по состоянию на 1 января 2024 года, по имущественному страхованию было застраховано 91,7 миллионов объектов. По итогам прошлого года чистая прибыль страховых компаний составила больше 180 миллиардов тенге, что на 33% больше показателей 2022. Айсул Махмутова, Мирей Талах, 24КИЗ. Высокопоставленных сотрудников МЧС подозревают в получении взяток на сумму 40 миллионов тенге. Средства они получили от представителя бизнеса. Об этом сообщили в антикоррупционной службе. Сейчас завершено расследование в отношении председателя противопожарной службы, начальников ДЧС города Шимкента и области ЖТСУ. Подозреваемых взяли под стражу и на информацию в интересах следствия не распространяется. Аварийный мост восстановит Восточно-Казахстанскую область. Он соединяет регион с приграничными районами России и нуждается в капитальном ремонте. По сути, это единственная переправа международного значения и важнейший логистический узел. Проект профинансируют из республиканского бюджета. Пока же транспорт передвигается по мосту лишь в одну сторону. Загружать все полосы не позволяет износ конструкции. Особенности региональной транспортной логистики изучил Вячеслав Федлогин. Колонны автомобилей выстраиваются перед светофором у моста в Шимонайхинском районе. На разрешающий сигнал успевают проезжать по 30-40 машин. Трафик отрегулирован так, чтобы снизить нагрузку на аварийную переправу. Этот аварийный мост 1962 года постройки, по сути, ключевая транспортная артерия, связывающая Казахстан и Россию со стороны Востока. Именно по этой переправе вереницы автомобилей движутся в Новосибирск, Барнаул и другие города соседней Российской Федерации. Водители терпеливо ждут своей очереди. Быстро преодолеть дистанцию в 227 метров не удается. Покрытие в ямах не внушают надежности и бетонные опоры. Сейчас мало-мало ремонт, вроде там что-то сделали, а после ремонта вообще невозможно было. Все пассажиры говорят, что светофор надо убирать. Зачем он нужен? Мост просто раскачивается. Со слов водителей, колонны автомобилей действительно раскачивают мост, который серьезно не ремонтировался почти в 15 лет. Собственники сооружения районные власти латали лишь асфальт. На большее элементарно не хватило средств. В 2024-м переправа стала объектом областного значения. Автомобильный босс данный является сооружением очень ответственным. То есть и содержание его за счет районного бюджета, конечно, в текущие ремонты, средние ремонты мы можем позволить за счет районного бюджета. Но капитальный ремонт, реконструкция такого сооружения требует очень больших затрат. Только в проект реконструкции инвестировали почти 200 миллионов тенге. Предполагается строительство нового моста. Восстанавливать старый почти так же затратно. Мы планируем рядом новый мост построить. Это мы называем его реконструкцией, потому что опоры, которые существующие, они сами уже в аварийном состоянии. Многомиллиардная стройка нового моста обещает стать финансово перспективной. Обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между востоком страны и соседней Россией. В 2023 году по этим дорогам перевезли грузы на миллиард долларов США. В Восточно-Казахстанской области действуют почти 700 предприятий с участием российского капитала. Поэтому дороги для большого бизнеса будут прокладывать без помех. Вячеслав Фетлугин и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. 24КЗ. Строительство 11 инвестиционных проектов в индустриальной зоне приостановили в Таразе. Земельные участки выделили, но инвесторы не могут построить там заводы. Основная причина – отсутствие необходимой инфраструктуры. Права одного из крупных инвесторов защитили прокуроры области. Подробнее расскажет Анастасия Сулейманова. Эти предприятия в индустриальной зоне Тараза построил инвестор из Узбекистана. Стоимость проектов – 265 миллионов тенге. Заводы по производству текстиля и минеральных удобрений должны были запустить еще два месяца назад. Инвестор вложил в проекты уже 100 миллионов тенге. Но строительные работы остановили на полпути из-за проблем с газификацией. Как выяснилось, точка подключения находилась в километре от объектов. Чтобы подвести газ, нужно было сначала отключить всех абонентов, провести строительные работы, а после все восстановить обратно. Это большие затраты, говорит представитель заводов. В первое время нам говорили, что подведут всю инфраструктуру. Поэтому мы начали строительство. Планировали запустить объекты в марте этого года, но не удалось. Обратились в городскую прокуратуру. Там помогли получить нам техусловия на подключение газу с ближайшей точки. Мы сэкономили 7 миллионов тенге. После подведения всей инфраструктуры завершим все работы. Прокуроры выяснили, что предприятие можно было подключить к голубому топливу с гораздо меньшего расстояния. Не километр, а всего 260 метров. Участок для строительства инвестору выделили три года назад. На тот момент это был первый проект индустриальной зоны. И проблемы с инфраструктурой специалисты не отрицают. В тот момент мы им объясняли, что на данный момент инфраструктуры нет. Инфраструктура только будет разрабатываться. Все по очередности будет делаться. Ну, где-то в течение двух-трех лет. Они были согласны. Мы, говорят, не будем ждать, мы начнем стройку свою делать. Разработана проектная смертная документация на инфраструктуру индустриальной зоны. Сейчас бюджетная заявка оформлена для республики. За ненадлежащее сопровождение проектов сотрудника городского отдела предпринимательства привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили прокуроры. Специалисты надзорного органа защитили права еще одного крупного инвестора. Он не мог получить землю, чтобы открыть предприятие по производству строительных смесей. Реализация проекта на 14,5 миллиардов тенге и создание новых рабочих мест оказались на грани срыва. В районном Акимате незаконно отказались выдавать землю для стройки, отметили в прокуратуре. Инвестору было незаконно отказано в предоставлении дополнительного 20 гектаров земли для строительства завода и обслуживания железной дороги. По результатам рассмотрения акта назора, виновное лицо сотрудника Акимата Жамбутского района привлечено к дисциплинарной ответственности. Из-за отсутствия инфраструктуры в индустриальной зоне Тараза приостановлены 11 инвестпроектов. Когда ее там проведут, зависит от выделения средств из республиканского бюджета. Между тем, в прошлом году прокуроры региона помогли решить проблемы при введении бизнеса пяти крупным инвесторам. А в этом отстояли права еще восьмерых. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Попаев, Эльдар Байзельда, Тараз, 24КЗ. Теперь о том, что происходит в мире. Сильные дожди в Армении и Грузии привели к масштабным наводнениям. Стихия унесла жизни трех человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Из зоны потопления эвакуировали больше 260 человек. Из-за обильных осадков из берегов вышли реки Дзебат, Акстев и Ташир. В Армении особенно сильно пострадали Тавужская и Ларийская области. В двух регионах повреждены шесть мостов, линии электропередачи и сотни зданий. Вода размыла десятки дорог, а также затопила сельскохозяйственные угодья. Приостановлено железнодорожное сообщение между Ереваном и Тбилиси. Разрушительные штормы и торнадо обрушились на семь американских штатов. Скончались 23 человека. Непогода оставила без электричества почти 300 тысяч жителей. Основные разрушения пришлись на штаты Техас, Арканзас, Оклахома и Кентукки. Ветер достигал скоростью 217 км в час. Метеорологическая служба предупредила о новых штормах Вагая и Тениси. Ожидается мощные ливни, разрушительные ветры, крупный град и торнадо. Аномальная жара стоит в Пакистане. Температура в южной части страны достигла 52 градусов по Цельсию. А в отдельных местах приближается к 54 рекордным значением за всю историю наблюдений в регионе. Жара оказывает сильную нагрузку на энергосистему страны. Общий спрос из-за пользования системы охлаждения воздуха превышает производственные мощности. Наблюдаются массовые сбои в подаче электричества. Метеорологи считают, что это связано с изменением климата. Сильная жара установилась и на северо-западе Индии. Температура в штате Раджастана достигла 46 градусов по Цельсию. Метеорологи прогнозируют сохранение погодных условий в течение нескольких дней. Напомню, больше 60 человек погибли из-за экстремальной жары по всей Индии с начала марта. В пяти регионах объявили красный уровень опасности. В Папуа, Новой Гвинеи продолжаются поиски тела после схода оползня. Горная порода накрыла больше 150 домов в провинции Энган. По оценкам ООН, под завалами остались почти 670 человек. При этом в правительстве предполагают, что оползень похоронил заживо более 2000 человек. Служба Красного Креста сообщает, что несколько дней назад в этом районе произошло землетрясение, которое могло спровоцировать бедствие. Почти 200 видов диких птиц-переносчиков птичьего гриппа зарегистрировало Министерство сельского хозяйства США. Утки-кряквы возглавляют список. У них вирус выявляют чаще всего. Эти животные наиболее устойчивы к инфекции, поэтому могут переносить ее на большие расстояния, отмечают орнитологи. Кроме того, модели миграции уток взаимосвязаны с домашним скотом. Таким образом, во время перелета кряквы часто останавливаются на птицефермах и распространяют инфекцию среди домашнего скота. Всего в Соединенных Штатах вирус зафиксировали в более 50 стадах коров. 15 из них находятся в Мичигане. Это 24КЗ, прямой эфир. Больше 60 тысяч казахстанских детей имеют речевые нарушения. Об этом сообщили в Минпросвещении. Основной причиной такой статистики логопеды называют скудную речевую среду или нехватку живого общения. Сами же мамы и папы боятся заключений медико-педагогической комиссии и зачастую осознанно замалчивают проблемы детей, говорят методисты по коррекционной работе. Полина Зачиналова продолжит тему. Ра-ра. Ра-ра-ра. Шестилетняя Агата занимается слогопедом уже третий год. На первых уроках речь девочки едва можно было разобрать, рассказывает педагог. Она заменяла звуки в слогах, не выговаривала окончания. Причем молчаливостью не отличалась, говорила много, но невнятно. Благодаря регулярным упражнениям Агата справилась с речевыми дефектами. Только ее понимали близкие. Звуков было много, были перестановки, было только начало слога, например, допустим, в слове машина, были, например, маши, а третьего слога не было. Здесь была просто возрастная дислалия, которая требовалась коррекции с помощью логопедических приемов. Поэтому особо проблем не было. Больше 60 тысяч детей в Казахстане умеют речевые нарушения. Цифру озвучили в Минпросвещении. Это только те, кто прошел медико-педагогическую комиссию или ПМПК. Зачастую родители боятся приводить детей на подобные обследования. Среди опасений недопуск ребенка к общей образовательной программе, объясняют специалисты. Родители боятся диагнозов, не понимают их. И скрывают даже какие-то нарушения у детей. Когда ребенок приходит к нам, и мы говорим, вот здесь вот это не соответствует норме, часто происходит у родителей протест. Нет, мой ребенок это знает. Нет, он это показывает просто вам, не говорит. То есть нужно понимать, что эти диагнозы не на всю жизнь. И важнее сейчас, чем раньше вы его получите, с ним поработаете, да, и уберете, чем вы будете это скрывать. И потом ребенок всю жизнь будет чувствовать какой-то дискомфорт. А плохо говорящих школьников за партами достаточно. Об этом говорят учителя одной из столичных школ. Если в одном классе насчитывается 20 учеников, то почти у каждого четвертого есть речевые дефекты. Это, конечно, сказывается на процессе обучения. Дети зачастую к нам приходят именно со скудным словарным запасом, с дефектом речи, непроизношением определенных звуков. И, соответственно, в совокупности этом ребенок, конечно, испытывает затруднения в обучении. Это как и по затруднению литературному чтению, это и русский язык, это письмо под диктовку. У современных школьников сейчас, в принципе, нет особой мотивации разговаривать, считают педагоги. Ведь свой досуг они чаще всего проводят за смартфонами. Чтобы избежать проблем с речью, родителям нужно как можно больше уделять внимание развитию ребенка. Именно чтение книг вслух помогает развивать у детей навыки говорения, считают педагоги. Знакомить малышей со сказками можно уже на первом году жизни. Важно не только постоянно разговаривать с ребенком, но и побуждать его к ответу. Например, через игру. Главное не заменять живое общение гаджетами. Полина Зачиналова, Ерлана Рузбаев, Норсбай Курмахазы, 24КЗ. В Ак-Тубе больше 500 беременных женщин прошли обследование в так называемой клинике одного дня. Пилотный проект в областном центре реализовали больше месяца назад. Женщины могут пройти все виды перинатальной диагностики и оперативно получить точные результаты анализов. Обследование, на которое раньше уходила неделя, теперь занимает гораздо меньше времени. Клиника при областном перинатальном центре работает по принципу одного окна. Здесь будущие мамы проходят УЗИ-диагностику, сдают анализы крови, которые проверяют врачи генетики. Все это позволит на ранних сроках выявить отклонения в развитии плода, уверены в медике. Мы используем новейшие оборудования с новейшей программой расчета рисков по хромосомным болезням, новейшие экспертные ультразвуковые аппараты, которые позволяют нам точно диагностировать врожденные пороки, точно рассчитывать риски хромосомных патологий и, соответственно, дать более точные результаты беременным. Сегодня день рождения народного окына и композитора Естая Беркембаула. Он родился в селе Ак-Коль Экибастузского района и был учеником известных окынов Ахан-Сера и Бержан-Сала. Одним из лучших произведений Естая по оправу считается знаменитая песня «Кусни-Курлан». Ербул Абишев продолжит. Народный певец Ербул Атьпаев родился в родном ауле Естая Ак-Коле. С детства он восхищался творчеством именитого земляка. Наши знаменитые окыны Бержан-Сал и Ак-Кон-Серы своим творчеством возвысили казахскую культуру. А Естай Беркембаев, их ученик, сумел в своих произведениях олицетворить образ Карлан, посвятив ей несколько произведений. В своих неповторимых песнях он выразил искренние чувства. Накануне в Павлодарском музее литературы и искусства имени Бухаржирау открылась экспозиция, посвященная жизни и творчеству Естая. В прошлом году на родине Ак-Кола отметили его 155-летие. В наших фондах хранятся исторические свидетельства жизни и творчества знаменитого Ак-Кына. Большую ценность имеют записки музыковеда Бориса Ерзаковича. Он переложил на ноты песни Естая, слушая их в авторском исполнении. Эти экспонаты с большим трудом удалось получить нашему покойному сотруднику Айджану Бадилхан. Теперь они хранятся в музее. Оригинальные ноты песни Естая, Дуниен, Насконыр и Хусник Орлан стали главным достоянием музейных хранителей. Эти произведения пользуются большой любовью народа. Уникальные песни Естая и в наши дни не теряют популярности. Ербулабишев, Марат Игриков из Павлодара, 24КЗ. В Москве на базе павильона «Казахстан» на ВДНХ состоялась встреча представителей фонда «Отандастар» с руководителями и членами казахских культурных центров России. Фонд работает над подготовкой дорожной карты по поддержке Кандасов. Цель – сохранение национального кода среди соотечественников. Участники встречи обсудили укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества. Московская диаспора казахов высказалась за активное развитие многоформатного диалога между нашими странами, распространение учебной и художественной литературы на казахском языке, организацию для молодежи знакомительных поездок на этническую родину, реализацию совместных культурно-просветительских инициатив. И в Омской области, и вообще проблем не хватает книг на казахском языке для обучения детей. Также в плане сотрудничества были предложения по спорту. Какая колоссальная работа, масштабная работа, повсеместная работа, многовекторная работа проводится фондом от «Андастар». И хотелось бы, чтобы эта вся работа имела дальнейшее конструктивное продолжение и, конечно же, развитие. И на этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин